Добрый вечер! В эфире программа «Диалог». В студии для вас работает Евгений Поболовец. Квартиры можно будет приватизировать до 1 июля 2016 года. После 1 июля неприватизированные квартиры перейдут в фонд арендного жилья. И за них придется платить арендную плату. Что будет, если граждане не успеют или не захотят приватизировать свое жилье? Правда ли, что после 10 июля жилье нанимателей, которые не успели его приватизировать, будут изымать? Что делать? Кому обращаться? Сколько стоит такая процедура? И как быстро оформляются документы? На эти и другие вопросы сегодня отвечает заместитель генерального директора государственного объединения жилищно-коммунального хозяйства Гомельской области Олег Спиридонов. Олег Викторович Спиридонов – заместитель генерального директора государственного объединения жилищно-коммунального хозяйства Гомельской области. Трудовую деятельность начал оператором станков ЧПУ на Гомельском радиозаводе в 1988 году, сразу после окончания школы. С 1989 по 1991 проходил службу в армии. С 1991 по 1995 годы работал оператором станков ЧПУ, коммерческим агентом на промышленных предприятиях. В 1997 году окончил Гомельский кооперативный институт. С 1995 по 2000 работал экономистом, начальником отдела в ОАО «Гомельдрев». С 2006 по 2008 годы заместителем директора завода химических изделий, начальником управления ОАО «Гомельхимторг». С 2008 по 2011 директор торгово-производственного предприятия «Белщитсервис». В 2011-2013 заместитель директора предприятия ЖКХ Минской области. В 2014 окончил Академию управления при президенте Республики Беларусь. С 2013 года по настоящее время работает заместителем директора государственного объединения ЖКХ Гомельской области. На вопросы, которые касаются направлений работы Олега Спиридонова, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле. 77 68 45. Олег Викторович, добрый вечер. Добрый вечер. Осталось совсем немного времени до окончания процесса приватизации жилья. Два вопроса. Как долго длится этот процесс в нашей стране и какие определены конечные сроки приватизации? Процесс приватизации в нашей стране уже длится порядка 24 лет. С апреля 1992 года, когда был принят закон о приватизации жилищных фондов Республики Беларусь. И у граждан появилась возможность стать собственниками, занимаемых жилых помещений. А уже указ 563, который в 2013 году вышел, он уже определил срок окончания приватизации. То есть это 1 июля этого года. Ну и соответственно те квартиры, которые не будут приватизированы до 1 июля, не поданы, вернее, заявления гражданам, те квартиры перейдут в состав коммерческого жилья. И чем это грозит для нанимателей? Ну, скажем так, это ничем не грозит для нанимателей, но просто еще будет взиматься оплата за проживание в коммерческом жилье. И сколько на сегодняшний день вот такого неприватизированного жилья остается в Гомельской области? Ну, учитывая, что процесс идет более активно в связи с окончанием сроков приватизации, тем не менее, где-то порядка 7-8% в области неприватизированного жилья. Это что касается коммунального жилищного фонда. Ну, хотелось бы отметить, что сюда входит и то жилье, которое не подлежит приватизации. Это какое жилье? Ну, это социальное, там, вот, общежития, коммерческое жилье, опять же, вот эта категория жилья, которое не подлежит приватизации. Ну, вот вы сказали 7-8% неприватизированного жилья. Вот в абсолютных цифрах, опять же, сравнивая с другими регионами, это много, мало? Насколько большой объем работы у вас в эти дни? Ну, объем действительно работы большой, хотя мы работаем в штатном режиме. Скажу, что уже ажиотажа такого нет, то есть это уже система отлажена, поскольку длительно идет этот процесс. Ну, а учитывая, что в сравнении с другими регионами, как бы, ну, на где-то ситуация одинаковая. То есть в процентном соотношении по республике тоже где-то такая картина получается. А, допустим, вот наниматель захотел приватизировать свое жилье, куда, к кому ему обращаться? Ну, в первую очередь, наверное, надо все-таки в семейном кругу определиться по вопросу приватизации, поскольку довольно существенная финансовая составляющая этого процесса, а также получить согласие всех совершеннолетних членов семьи, ну, а также тех граждан, которые наравне с нанимателем имеют право на приватизацию. И потом уже обратиться, ну, с пакетом документов непосредственно в ту организацию или предприятие на балансе или в оперативном управлении, которое находится непосредственно в этой жилье. Ну, если это, конечно, коммунальный жилищный фонд, то понятно, что предприятие ЖКХ, если это какие-то сельскохозяйственные организации или организации республиканской форс собственности, то непосредственно в эти организации. Ну, а что касается тех документов, которые необходимо предоставить, то они, этот перечень определен указом президента 200-м, это непосредственно заявление, подписано всеми совершеннолетними членами семьи, документы удостоверяющие личность, потом, если есть отсутствующие, то согласие на приватизацию обязательно реально удостоверено. Отсутствующие это кто? Ну, где-то вот кто-то за границей может быть, ну, по каким-то причинам не сможет приехать личностью, да, вот, и подать документы. Также свидетельство на детей, если есть несовершеннолетние, а также в случае наличия льгот, документ, который подтверждает эти льготы, и если есть чеки жилье, то предоставляются чеки жилье. А все остальные документы, которые, ну, уже в процессе работы необходимы, эти службы уже сами могут затребовать уже в несоответствующих организациях. А насколько я понимаю, по этому вопросу у нас также организована служба «Одно окно», то есть гражданину просто достаточно прийти? Да, гражданину достаточно прийти в эту службу «Одно окно», где он, во-первых, может проконсультироваться, какие необходимы документы в случае чего-то, ну, посмотреть, специалисты подскажут, где их, как сделать, быстренько оформить, а также весь пакет документов непосредственно подать одному специалисту. Ну, и ждать. Ну, вот перед тем, как идти, вопросы все равно возникают, потому что тема такая довольно сложная. Где и как можно узнать предварительно всю эту информацию? На каких сайтах, по какому номеру телефона можно позвонить специалистам и заранее узнать все это? Ну, что касается, например, города Гомеля, то в каждом Кожурупе, в каждом ЖЭУ есть эта информация, есть на сайтах также городского ЖКХ. Кроме того, у нас работает многоканальный телефон в городе Гомеля, 135, по которому можно получить ответы, в принципе, на все интересующие вопросы. И позвонив, ну, в любой Кожуруп по территориальности, либо обратившись непосредственно в ЖЭУ или организацию ЖКХ в районе, человеку на все поставленные вопросы дадут соответствующие ответы. Когда человек обращается, сколько по времени занимает процедура? Ну, сама процедура, то есть, определена указом президента, опять же, 200-м, то есть, решение должно быть вынесено в течение месяца с момента подачи заявления. Соответственно, этим же указом и определен срок действия этого решения. То есть, он равен одному году. В течение года человек должен, значит, оплатить первоначальную стоимость в размере 10% жилья. Дальше он нотариально удостоверить договор купли-продажи на это жилое помещение и уже потом подать документы на регистрацию в органы регистрации. Вот. Что касается, хотел бы вот обратить внимание, зачастую граждане эти сроки не установлены, не укладываются, поэтому если в течение года человек не оформит на себя жилье, то, соответственно, решение утратит свою силу. Это если в течение года. А вот здесь такой важный нюанс. Вот можно подать заявление до 1 июля, а можно подать заявление 2 июля и позже. В чем разница? Заявление 2 июля уже подать невозможно. Его с 1 июля жилье, которое будет, значит, которое находится сейчас у государства, все жилье в том числе и то жилье, на которое люди же подали заявление, то есть до момента вступления в силу, это все будет переведено в коммерческое жилье. То есть пока человек, который даже подал заявление, и уже есть даже решение, пока он на себя не переоформит квартиру, скажем так, не станет ее собственником, он все равно будет проживать в коммерческом жилье, которое с 1 июля 2016 года уже будет переведено. Ну, давайте еще разъясним этот нюанс. Кто-то скажет, ну, ради бога, не хочу, не буду оформлять. Финансово, как это ударит по кошельку тех нанимателей, которые до 1 июля не начнут процесс приватизации? Ну, я бы успокоил людей, поскольку, что касается тех людей, которые по каким-то причинам не могут приватизировать из-за стоимости, еще каких-то моментов. На сегодняшний день указом 563 для данной категории граждан также предусмотрено понижающие коэффициенты. Они значительно, они в разы ниже тех коэффициентов, которые на сегодняшний день установлены для коммерческого жилья. Поэтому, что люди приходят, иногда обращаются, я буду платить там 2 миллиона, я там 3. Откуда такие деньги? Таких сумм не будет. То есть практически на сегодняшний день, даже взять по Гомеле, если ставка за метр квадратный, к примеру, приведу, то есть с учетом того, что на сегодняшний день это законодательство действует, то 42 тысячи стоят метр квадратный для очередников, которые желают получить коммерческое жилье, а вот для той категории, которая переведена, состав коммерческого и служебных, еще 4200. То есть, ну, как видим, разница довольно существенная. Что касается малых городов и сельских населенных пунктов, то там сумма еще меньше. То есть там еще предусмотрен и еще понижающий коэффициент. Поэтому волноваться не стоит, это нормальный процесс, и поэтому людей, конечно, никто на улицу не выбросит и будут жить, доплачивать какие-то определенные платежи, делать за проживание в коммерческом жилье. Вот вы сказали, людей на улицу никто не выбросит, но вот как-то муссируются слухи, что якобы те, кто не успели 1 июля начать процесс приватизации, после 10-го уже чуть ли не начнут выселять жилья. Это слухи? То есть вы как-то подтвердите, опровергните? Нет, я их, конечно, проверну, поскольку те, кто по каким-то причинам не подал заявление до 1 июля этого года, никто никого на улицу не выгонит. Жилье будет предложено заключить на условиях найма коммерческого жилья. Как я повторюсь, коэффициенты тоже предусмотрены, понижающие. Людям будут, ну, там, я сейчас не буду озвучивать, в зависимости, там, до 5 лет где-то договораете найма заключаться, можно будет заключаться потом с другими членами семьи. Поэтому это все слухи, людей на улицу никто не выгонит. Понятно. Я напомню, что к нам в студию можно позвонить по телефону прямого эфира по номеру 77 68 45. Это телефон в Гомеле. Лек Викторович, вопрос, который волнует, наверное, каждого собственника, занимаемого жилого помещения, это стоимость приватизируемого жилья. Стоимость и, самое, наверное, важное, это процесс оценки этой стоимости. Вот как это у нас происходит в стране на данном этапе, да, и насколько объективна вот эта оценка стоимости жилья? Да, действительно, это самый такой болезненный вопрос для всех, кто собирается приватизировать жилье. Скажу сразу, что стоимость приватизируемого жилья определяется на день подачи заявления, определяется эта стоимость комиссиями, которые созданы исполнительными распорядительными органами. Есть положение о приватизации, которое утверждено в постановлении Совета Министра в 421-м, где, в общем-то, пошагово это все изложено. Ну, чтобы так вот людям было понятно, скажу, что стоимость жилья складывается из первоначальной стоимости жилого дома, дальше применяется индекс, общий индекс строительно-монтажных работ, ну, это такая вот коэффициент, скажем, который ежемесячно увеличивает стоимость жилья. Из этого также рассматривается износ жилого дома за период эксплуатации, то есть отнимается. Также здесь влияет потребительское качество квартиры или дома, то есть, ну, такие, как вот, например, первый и последний этаж, да, отсутствие лифта, потом совмещенный санузел, квартир, ну и так далее. То есть там небольшие коэффициенты. Да, да, нет, это уже немножко другое. А еще вот это, то, что вы назвали, это уже коэффициент качества жилой среды, то есть в зависимости, где находится жилой участок, удаленность от центра, там развита, не развита инфраструктура, экологическая составляющая, то есть и вот это вот коэффициент качества жилой среды, в общем-то, он от 0,7 до 1,3. К примеру, если где-то в районе это будет 0,7, то есть от всей этой суммы, которая стоимость жилья отминусует 30%, то, к примеру, те граждане, которые проживают в центре города Гомеля, они вот коэффициентами будут применяться 1,3, то есть дополнительно заплачивают 30% к стоимости жилья. То есть вот это те основные составляющие, с которой складывается оценочная стоимость приватизируемого жилья. Хорошо, мы продолжим разговор на эту тему. У нас есть телефонный звонок в студию. Добрый вечер, говорите, вы в прямом эфире. Да, мы вас слушаем. Алло? Да, да, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Приватизируем квартиру, уже в сцене РСПОКОМа есть, все на руках, осталось только внести первый взнос. Если до 1 июля мы этот первый взнос не несем, жилье не будет переходить в коммерческое? Спасибо. Спасибо за звонок. У вас как бы дается год на то, чтобы вы внесли первоначальный взнос и оформили на себя эту квартиру. До того момента, пока вы это не сделаете, с 1 июля ваша квартира тоже перейдет в разряд коммерческого жилья, и вы будете жить в коммерческом жилье. До того момента, как не перерегистрируете на себя это жилье, не станете собственником. То есть, если я правильно понимаю, гражданке лучше заплатить до 1 июля? Ну, если есть такие средства, то лучше сейчас это сделать? Здесь, знаете, уже посмотреть надо, сколько платить. То есть, есть же вопрос, что кому-то нужно деньги собрать, чтобы первоначальный взнос. Поэтому посмотреть, сколько им придется платить, это все можно узнать, опять же, в наших службах. Сколько необходимо платить ежемесячно и уже для себя сделать вывод. Или все-таки заплатить, грубо говоря, после первого числа, там, второго, третьего, и всю эту процедуру на себя оформить, купить квартиру. Или уже, вот, посмотреть, там, растянуть до окончания решения в течение года и уже, то есть, это выбор человека. Ну, люди могут просто посчитать, да, и, например, увидеть, что это не сильно большие деньги и, грубо говоря, к сентябрю подсобирать. Подсобирать денег, заплатить спокойно. Ну, в любом случае, они уже будут жить в коммерческом жилье. И те, кто даже 30-го числа подал, кто раньше, даже те, у кого уже есть решение, разрешение на приватизацию, все равно до момента перерегистрации на себя собственности, они уже будут проживать в коммерческом жилье. Ясно. Если вот первоначально не оплатил человек 10% стоимости квартиры, можно ли считать, что эта выплаченная сумма дает право считаться полноправным собственником квартиры? Значит, если человек оплатил 10% от стоимости приватизированной квартиры, соответственно, нотариально удостоверил договор, зарегистрирует на себя квартиру, то он становится собственником этого жилья. Но есть один момент. Он до полного погашения стоимости приватизированного жилья не имеет, например, права ее отчуждения, продажи, обмена и так далее. Единственное, что он может, ну, в силу возрастных, может каких-то факторов переоформить на родственников кого-то, дарственную, там, ну, понятно, по наследству. Но в данном случае наследники также, пока не выплатят полную стоимость этого жилья, тоже каких-то прав с ним сделать не могут. Кроме того, хочу обратить внимание, что вот, вот этот, обратить внимание на тот срок, что год действует это решение, да. И если в течение года человек все это оформил, дальше, если будут случаи, моменты, что в течение года не будут поступать платежи за эту квартиру, то местный орган власти может в судебном порядке этот договор расторгнуть. Вот у меня еще есть несколько уточняющих вопросов по оценочной стоимости жилья. Значит, первое такое, состояние самого жилого помещения, оно влияет каким-то образом на стоимость? Или оценивается, грубо говоря, только коробка, а не то, что там внутри? Да, вы правы. Все-таки, ну, люди разные бывают, да. У кого-то квартира в хорошем состоянии внутри, у кого-то, ну, неудовлетворительным. Поэтому оценка производства, в общем, стоимость постройки самого дома. Стены, крыша, фундамент. Вот эти вот составляющие. Внутри квартир, как бы, оценка не производится. Внутри квартиры, оценка... То есть, допустим, качество ремонта, да? Нет, 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 это не влияет на стоимость. Есть, конечно, повышенные комфортности квартиры, там, автономная система отопления. Конечно, там стоимость будет другая. Потолки 3,5 метра, условно говоря. А вот на стоимость метра квадратного этого дома, ведь берется стоимость дома, делится на метр квадратный, это не повлияет внутренняя отделка квартиры. Хорошо. Допустим, я провел оценку своего жилья, и меня не устраивает эта цена. Она, мне кажется, может быть излишне завышенная, да? Имею ли я возможность провести какую-то альтернативную оценку? То есть, обратиться к каким-то другим специалистам, которые по-другому несколько оценят мое жилье? Да, такое право есть. 25 января этого года вступил в силу указ принятого 25-й, который дает право тем гражданам, которые не согласны с оценочной стоимостью, обратиться, ну, к примеру, в быты или организации, которые могут им помочь, и провести независимую рыночную оценку. То есть, эти работы выполняются за счет гражданина, и уже решение о приватизации принимается либо по оценочной стоимости, или по рыночной, в зависимости, что ниже. Ну, хочу обратить внимание, что возврат денежных средств, затраченных на эту процедуру, будет проведен только в том случае, если оценка будет проведена по рыночной. Ну, по рыночной оценке будет оценено это жилье. И, ну, это просто сумма пойдет в зачет оплаты за это жилье гражданину. Понятно. У нас есть еще один телефонный звонок. Давайте послушаем. Говорите, вы в эфире. Ну, получилось бы, что так ничего не получается. Добрый вечер. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. 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 Я, значит, проживаю по улице Лепешинского, 6. И у меня такой вопрос. Вот наш дом принадлежит совхозу «Березки», хотя мы находимся на территории железнодорожного района города Гомеля. Мы решили приватизировать свои квартиры. Это еще не я и жильцы этого дома. Но у нас получилось, что «Березки» не оформили еще переход дома как хозяева к себе, и поэтому мы не можем ничего сделать. В общем, документы идут в разработке, время приватизации заканчивается. И что теперь нам быть? Понятно. Спасибо за вопрос. Ну, здесь вопрос, вот как я говорил, что иногда ситуации бывают с оформлением земли, и зачастую, конечно, сельхозпредприятия в этом плане, вот такая ситуация в сельхозпредприятиях возникает. Тем не менее, что хочу сказать, что в любом случае вы должны подать заявление на приватизацию. У вас его должны принять и зарегистрировать. Если у вас оно зарегистрировано, то это уже проблема вашего, скажем так, тепличного, то есть по оформлению земли, по оформлению паспортов на дома и так далее. Потому что, к сожалению, много незарегистрировано жилья на сегодняшний день в области. И эту процедуру, ну да, они нарушат, что в течение месяца они решения не примут, понятно, по вам, но тем не менее, они должны принять меры к тому, чтобы зарегистрировать непосредственно эти объекты и дать вам право, реализовать вам свое право на приватизацию этого жилья. Есть еще и второй вариант, что вы можете взять ведомость технических характеристик быты, ну, это будет стоить вам каких-то денег самим, и с этими документами также, в общем-то, обратиться и приватизировать это жилье. И потом это вам пойдет в зачет стоимости вашего жилья, колхоза, потому что, ну, зачастую отсутствуют средства для оформления вот документов, необходимых для приватизации. Поэтому есть такой механизм, но если вы подали заявление, то это уже вопрос вашего предприятия. Как оформить и как вам предоставить в собственность продать эту квартиру. Вот, кстати, к вопросу, к вам же поступает обращение граждан в том или ином виде. Как правило, какие проблемные вопросы наиболее актуальны для Гомельской области? Что чаще всего волнует наших людей? Ну, что касается приватизации, это, конечно, все-таки стоимость жилья, потому что и вот... То есть люди не согласны со стоимостью? Да, в основном не согласны со стоимостью. Зачастую, вот, как сейчас звонила наша гражданка Слепишинского, это отсутствие документов про устанавливающих, то есть не оформлено лежащим образом в БТИ, еще как-то не переданы, если ты в коммун... Ну, то есть различные моменты. Но основная это все-таки стоимость. Но в данном случае, повторюсь, что вот указ 25-го немножко людям дал возможность все-таки действовать так более свободно, поскольку действительно, когда в разных населенных пунктах в Гомеле и в каком-то районном центре или там в селе одинаковая стоимость дома, то это, наверное, тоже не совсем было правильно. Ну вот мы продолжим эту тему. Наши корреспонденты побывали в Жлобинском районе и выяснили, насколько отличается стоимость приватизируемого жилья в городе и на селе. Смотрим сюжет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проблемы, наверное, да, в зависимости от стоимости квартиры. Как оценена квартира и какая стоимость данный первый взнос носить и какую сумму носить. Вопрос стоимости квартир в процессе приватизации, пожалуй, самый главный. В принципе, здесь есть два пути. Согласиться с оценочной стоимостью или вызвать специалистов бюро по инвентаризации и узнать реальную рыночную стоимость. В сельской местности она, как правило, ниже той, что первоначально называют в коммунальных службах. Стоимость квартиры в панельном жилом доме двухкомнатной составляет 140 миллионов. Такая же самая квартира в городе Жлобине будет стоить около 200 миллионов рублей. Вообще на стоимость приватизируемых квартир влияет несколько факторов. Эти дома по улице Промышленной в Жлобине в свое время тоже строились для переселенцев из пострадавших районов. По своим потребительским качествам они практически идентичны домам из деревни Новой Луки. Однако стоят значительно дороже. Хотя бы потому, что это город, в связи с чем при оценке здесь могут применяться повышающие коэффициенты. Многое зависит и от срока подачи документов на приватизацию. Те, кто ждал до последнего, теперь заплатят в разы больше. Все дело в так называемом индексе строительно-монтажных работ. Разница по сравнению с 2013 годом уже в два раза. Потому что индекс в 2013 году где-то был 15 в среднем, а сейчас он уже 32. Индекс на строительно-монтажные работы, который применяется при расчете. В связи с окончанием сроков приватизации жилья заявления от населения будут приниматься до 24 часов 30 июня. Потом в течение месяца соответствующее решение примет местный исполнительный комитет. Еще год отводится для уплаты первого взноса в размере 10% от стоимости жилья. Правда, заплатить эти деньги желательно в более короткий срок. С 1 июля все неприватизированное жилье переходит в категорию арендного с соответствующей оплатой. Если человек подал заявление 30 июня, с 1 июля ему будет начислена арендная плата. И после, как только он оплатит 10% от стоимости приватизации квартиры, сразу же не будет начисляться арендная плата. Кстати, стоимость жилья в таких квартирах планируется меньше, чем в арендных домах. По крайней мере, в первое время. Какие меры будут приниматься к жильцам, которые не захотят приватизировать жилье и платить за аренду, пока понятно не до конца. Дело в том, что в таких квартирах обычно проживают одинокие пенсионеры и малоимущие семьи. Вы смотрите Диалог. У нас в гостях заместитель генерального директора государственного объединения жилищно-коммунального хозяйства Гомельской области Олег Спиридонов. Свои вопросы вы можете задавать по телефону прямого эфира в Гомеле 77 68 45. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, говорите. У меня такой вопрос. Я проживаю в Лильчице, Гатальская Наталья Леонидовна. По адресу 25, квартира 7. Мы проживаем в этом жилье с осени 1991 года. Вначале у нас было на балансе ПМК-6, потом ПСП-Польесе, ЗАО-Альянс. На предприятии нам отказали от приватизации. Сказали, что приватизируем тогда, когда передадут на баланс коммунхоза. В конце прошлого года нас передали на баланс коммунхоза. 26 марта мы подали документы на приватизацию. 5 мая мы получили отказ в связи с тем, что это коммерческое жилье. Так а на самом деле это было коммерческим жильем или это... Вы проживали в каком жилье? Вы проживали в каком жилье изначально? Мы проживали в малосемейном общежитии. У нас отдельная комната, отдельная у нас кухня, отдельный вход, прихожая, коридорчик. Но вы проживали в общежитии или в коммерческом жилье? Малосемейного типа. Оно числилось как общежитие? Вот я не знаю, как оно числится. Поэтому давайте мы, чтобы время не терять, мы немножко поразбираемся. Вы оставьте свои координаты, мы все-таки разберемся с вашим вопросом и более подробно вам все разъясним, чтобы надо понимать все-таки в каком жилье вы сейчас проживаете. Значит, продолжаем наш разговор. Вот насколько я понял из сюжета, да, то специалисты рекомендуют не затягивать вопрос приватизации. То есть лучше всего те, кто еще до сих пор колеблются, там еще не определились надо, не надо, то вы как специалисты больше рекомендуете все-таки заняться этим процессом. Да, я, конечно, всегда говорю, что в любом случае приватизируйте, вы станете собственником своего жилья, по наследству передадите, еще какие-то моменты. Но есть один момент, я уже говорю, что в течение года у вас есть право, в течение года принять решение и оплатить первоначальный взнос. Поэтому я бы все-таки рекомендовал те еще, кто колеблется, все-таки пойти и подать заявление о приватизации, а потом уже в течение года уже посмотреть дальнейшую ситуацию. То есть посмотреть, сколько вам придется платить за это коммерческое жилье, сколько вам придется внести первоначальный взнос и ежемесячно оплачивать. То есть, ну, индивидуальный должен быть подход у каждого человека. Поэтому я все-таки призываю пойти, подать заявление, тем более мы последние дни будем работать до 24.00. Подавайте, пожалуйста, заявление и уже потом в течение года принимайте решение. Но я все-таки призываю, чтобы граждане наши становились собственниками этого жилья. А подход у нас один для всех? Или все-таки есть категория граждан, которые имеют право на льготную приватизацию? Да, есть категория граждан. Это ветераны Великой Отечественной войны, дети-инвалиды, перенесшие лучевую болезнь средств и аварий на ЧАЭС. Граждане, герои Советского Союза и социалистического труда. И ряд категорий граждан. А также те граждане, которые проживают в одноэтажных, назовем так, домах, износ которых состоит в более 60%. Но здесь есть один нюанс, что при приватизации необходимо, чтобы была начислена жилищная квота. То есть были чеки жилье начислены и эти чеки жилье должны быть предоставлены. Тогда предоставляется из расчета 20 метров на нанимателя, а также на каждого нетрудоспособного члена семьи 20 метров. Ну вот такой механизм есть, предусмотрены льготы. Вот вы сказали, есть льготы. Они каким образом монетизированы? То есть насколько это большая льгота, на самом деле? Ну это существенная льгота, потому что 20 метров все-таки жилья на нанимателя, на каждого нетрудоспособного члена семьи, это довольно-таки существенная сумма получается. Поэтому это все-таки выгодно, и государство пошло навстречу для данной категории граждан. Ну вот давайте, граждане, послушаем. Значит, с какими трудностями сталкивались гомельчане, когда пытались приватизировать свое жилье? Именно с таким вопросом мы вышли на улицу города Гомеля. Нет, мы приватизировали очень-очень давно, когда только еще началось этот весь процесс, и все прошло безболезненно и почти бесплатно. Я не сталкивалась, потому что я работала в системе ЖКХ. Мне было легко и просто. Я знала законодательство, все знала, и вопросов никаких не возникало. Я, честно говоря, такого не слышала. Это же процесс такой долгий уже был давно, наверное, завершен. Я думаю, что все вполне свободно это провели. У меня знакомые приватизировали достаточно хлопотно и дорого. Нет, мы это сделали в первые годы приватизации с родителями. Моей свекрови давали, получается, квартиру служебную на то время. И чтобы ее приватизировать, она прошла очень много инстанций, очень много потратилась. То есть она где-то лет пять занималась этим вопросом. И вот только недавно она приватизировала, вот на 20 лет дали ей. Она выплачивает теперь это в коммунальное. То есть на пять лет она бегала по этому всему. То есть грозились даже отобрать квартиру. Ну, я, например, делал приватизацию, когда все только начиналось. Тогда никаких особых проблем не было. Услышал так, ну, там что-то денег много платить надо, говорят. Опять же, у меня все приватизировано, поэтому с этим не сталкивался. В принципе, проблем нет. Все отрегулировано, как я понимаю. Вопрос только в наличии денежных средств. Мы продолжаем нашу передачу. Я напомню, что вы можете позвонить нам в студию по телефону прямого эфира 77 68 45. У нас в студии заместитель генерального директора государственного объединения жилищно-коммунального хозяйства Гомельской области Олег Спиридонов. Значит, у меня вопрос вот следующий. Все ли жилье подлежит приватизации, либо есть какие-то исключения, есть категория жилья, которые вообще нельзя приватизировать в принципе? Да, есть исключения как по тому, которое не подлежит приватизации, и по тому, которое... Исключение есть еще из того, которое подлежит. Значит, не подлежит в основном приватизации. Ну, давайте пошагово и объясним все. Это социальное жилье Государственного жилищного фонда, то жилье, которое находится в общежитиях, специальные жилые помещения, также помещения коммерческие, которые были переведены из состава служебных. Ряд других жилых помещений определены в 135-й статье жилищного кодекса, это ЧАЭСовские, в зонах отчуждения, которые были предоставлены на время обязанным лицам, военным и так далее. Этот перечень довольно обширен, но из этого перечня есть исключение. То есть те граждане, которые проживали ранее в служебном жилье и которое было перейдено 31 марта 2014 года в коммерческое жилье, и они имели на тот момент, на 31 марта, право приватизировать служебное жилье, за ними на сегодняшний день сохранилось право приватизировать это коммерческое жилье. То есть они могут этим правом воспользоваться. А также вот сегодня несколько общежитий, согласно указу 460, который недавно вступил, ряд общежитий поменяли статус на жилой дом, и эта категория граждан тоже, ну при наличии определенных условий, стаж и так далее, тоже имеет право приватизировать до 1 июля 2016 года это жилье. Ну вот как бы тот основной перечень и те исключения, которые есть при приватизации. Ну давайте вот еще такую тему затронем, довольно большой комплекс вопросов. Скажем так, как влияет на приватизацию жилья наличие либо отсутствие чеков жилье? Ну чеки жилье, они, или жилищная квота, которая началась, она началась в период там с 1992 по 1999 год, и в общем-то эта квота дает гражданам право при приватизации, ну грубо говоря, какую-то часть квартиры приватизировать бесплатно. К примеру, если у вас чеки жилье, ну например, там условно говоря на 1000 рублей, в ценах 1991 года квартира стоит 2000, то соответственно вы предъявляете эти чеки жилье, и полной стоимости квартиры вы приватизируете бесплатно за чеки жилье, ну оставшиеся на общих основаниях в ценах на момент подачи заявления. Если у вас сумма чеков в ценах 1991 года берется квартира, и сумма чеков полностью позволяет выкупить эту квартиру, то соответственно вы квартиру уже получите фактически за эти чеки жилье без денежных кладов. Вот. Ну поэтому... Ну, это хорошая возможность. Да, это хорошая возможность, да, довольно. Да, тогда вот несколько уточняющих вопросов. А если у меня были чеки жилье, но я их вот, ну потерял просто, их можно восстановить? Теоретически восстановить можно, но на сегодняшний день, что касается, зачастую, кстати, много обращений граждан, где их можно получить, чеки жилья, поскольку действительно ситуация выгодная за чеки жилья приватизированы, где их можно получить, как их можно восстановить. К сожалению, на сегодняшний день законом не предусмотрена выдача чека в жилье. То есть в тот период действия, во всем, на сегодняшний момент чеки жилья уже не выдаются. Вы сказали, теоретически можно, что это имеет в виду? Можно обратиться? Ну, обратиться можно, ведь они перерегистрировались, была перерегистрация, но коль вы их получили, то здесь уже было много вопросов по этому. Объективно шансов. Да, шансов, скажу сразу. Понятно. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте. 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 Меня зовут Марина. Я хочу рассказать свою историю о приватизации. Дело в том, что мы живем в общежитии, которое нам дали мужу от работы, от предприятия. Мы живем здесь уже около трех лет, и наше общежитие, дом, состоит из двух крыл, получается. То есть одно крыло уже приватизировали, ввели в статус жилого дома. Черниговская, 22, да, наверное, у вас? Да, да. А второе крыло наше, в котором мы живем, то есть говорят предприятия, что не успевают перевезти татус жилого дома, и то, что мы не сможем приватизировать это общежитие, и мы будем платить арестную плату. И дело в том, что еще сказали, что могут приватизировать только те жильцы, которые живут здесь больше десяти лет, а мы живем три года, и я так понимаю, что или приватизировать всем нужно в этом крыле, либо вообще никому, и почему нам отказывают приватизации? А сегодня вот тоже принесли нам бумагу на подпись, то есть согласны ли мы о переводе дома в коммерческое жилье? И что нам делать вот сейчас? Не знаю, такой ситуации. Может, вы нам что-то посоветите? То есть, если я понимаю, я продолжу. Если коммерческое, то они уже не имеют права приватизировать? Я поясню, значит, что касается вашего дома, то ситуация мне очень известна, я и сам был на этом, и разбирался. Значит, ситуация следующая. Что касается второго крыла, которое на сегодняшний день является общежитием, вернее, оно уже первое крыло приватизировано было статус преданного жилого дома, а вторая часть на сегодняшний день является общежитием. Но сегодня подготовлено решение о переводе его, передании статуса жилого дома, и, соответственно, те граждане, которые действительно проживают более десяти лет, имеют право приватизировать, остальное все будет переведено, опять же, в состав коммерческого жилья. Поэтому единых условий для всех не будет. Если будет принято решение, то, соответственно, те, кто имеет право приватизировать квартиры, те, кто не имеют права по определенным причинам, соответственно, законодательным, будут проживать в коммерческом жилье. Вам принесли договора коммерческого найма уже образцы, потому что, если будет придан статус жилого дома, то, соответственно, вы будете проживать в коммерческом жилье до момента приватизации. У кого есть такое право? Что касается для всех граждан, чтобы было понятно, проживающих в общежитии, нормативным документом не пределено, что по требованию граждан, местные органы власти, либо предприятия обязаны переводить и передавать статус жилого дома общежитием, даже если они соответствуют всем требованиям жилых помещений. Такая же ситуация у нас по моторемонтному заводу. Если предприятию это общежитие нужно для закрепления молодых специалистов, для своих кадров, то, конечно, оно такое решение принимать не будет. И это будет статус общежития, даже если соответствует требованиям, определяем к жилому дому. Поэтому сегодня ситуация такова. То есть в данном случае для девушки, которая звонила, у нее иных вариантов не остается? Девушке вариантов не будет, даже если будет придан статус жилого дома, что решение уже подготовлено, все равно, если менее 10 лет, они будут проживать в коммерческом жиле, права на приватизацию у них не будет. Спасибо большое за интересную беседу. Я напомню, что у нас в гостях был заместитель генерального директора Государственного объединения жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области Олег Викторович Спиридонов. На этом все. Вы смотрели программу «Диалог». В студии для вас работал Евгений Побловец. Будьте с нами. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин